Продолжение следует... Уважаемые коллеги, для меня большая честь выступить сегодня, и я хочу поблагодарить Давида Владимировича за приглашение. Это очень важно, чтобы наш ВУЗ сотрудничал с училищами Олимпийского резерва, и в частности с первым УОРом. В этом году мы открываем новое направление подготовки в физической культуре, и будем надеяться, что выпускники училища станут нашими студентами. Уважаемые коллеги, Олимпийское образование – это вещь очень важная, и очень часто говорят, что спортсмены и спортивно одаренные молодые люди, они уже априори получают определенный уровень Олимпийского образования, поскольку занимаются спортом, овладевают знаниями, умениями и навыками. Но если посмотреть с другой стороны, то необходима четкая система Олимпийского образования, и необходимо, конечно же, обучать, знать подходы к обучению, учитывая возрастные особенности. Но здесь есть еще одна важная деталь. Помните, Яна Москаменский в своей книге «Великая дидактика» отмечал, существует два вопроса в обучении. Первый вопрос – это чему учить, а второй вопрос – как учить. Вот если мы посмотрим на Олимпийское образование с точки зрения данных двух вопросов, то мы можем отметить, что контингент обучающихся не самый простой, поскольку подростки и молодые люди уже имеют опыт занятий спортом, и определенные основы Олимпийского образования у них уже сформированы. И если имеющиеся знания сформированы хаотично, то они не будут приносить пользу. И еще вот одно интересное мнение, которое я узнала, общаясь с зарубежными коллегами, в частности с японцами, руководитель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасито, он на одном из вот таких диспутов отмечал. Чемпионов в спорте много, очень мало чемпионов по жизни. И говорил о том, что навыки спорта необходимо реализовывать не в повышенной конкурентноспособности кадров, а в отношении к окружающим людям и в демонстрации необходимого поведения. Вот мне эта мысль очень понравилась. То есть спортсмен, он не только достигает, но он является примером для окружающих людей, которые не занимаются профессиональным спортом. И в частности Ямасито отмечал, что если ты спортсмен и ты чемпион, помоги слабому, поддержи неуверенного в себе, прояви свои человеческие качества. Вот этот подход меня очень заинтересовал, и готовясь к сегодняшней встрече, я проанализировала то, что у нас накоплено в теоретическом багаже олимпийского образования. И, в общем-то, если мы с вами отвечаем на вопрос, чему учить, то, конечно же, мы рассматриваем с вами ценности олимпизма. И основные ценности, которые мы должны отмечать, конечно же, это гармония души и тела человека. И еще, вот очень важный момент, это не только развитие телесное, это развитие волевое, это важный момент. И также работа над собой в целом. То есть человек, занимающийся спортом, в рамках олимпийского образования, он учится руководить собой, работать над собой и саморазвиваться. То есть это личность более стрессоустойчивая и подготовленная к различным жизненным трудностям. И еще очень важно, что вот в спорте, согласитесь, коллеги, есть такой элемент, как сила и агрессия. Без этого не может быть спорта. Но именно олимпийское образование регулирует данное проявление. Это тоже очень важно. И еще, в общем-то, вот нижняя ценность – мир. То есть соревнование спортсменов должно быть мирным, мирное сотрудничество. И всегда говорят, вот единоборство, по крайней мере, говорят так. Вы шли с татами, пожали руки, и вы друзья. Вызвали на татами, начинаете бороться, и вы соперники. Вот этот подход очень интересен. И, конечно же, когда мы говорим об олимпийском образовании, мы должны понимать, что ведущую роль оказывает педагогическая деятельность. И мы понимаем, что мы обучаем спортсменов определенным знаниям, формируем умения и навыки. А что такое, коллеги, обучение? Это, с одной стороны, преподавание, а с другой стороны, это учение. То есть это двухсторонний процесс, который позволяет преподавателю и обучаемым двигаться к намеченной цели. Поэтому, конечно же, цель олимпийского образования – это не только знание, умения и навыки, это прививание или развитие желаемых социальных качеств для современного человека. И мы не должны об этом забывать. Еще очень важный вопрос – что же входит в структуру олимпийского образования? И мы, конечно, понимаем, с одной стороны, это олимпийское воспитание, воспитание личности, и очень важна ориентация на ценности. Очень много молодых людей сейчас, мы не скрываем с вами, они получают основную информацию, к сожалению, из интернета. И поэтому ценности формируются хаотично, в том случае, если в семье или в окружающем социуме не ведется целенаправленная работа. Поэтому мы должны воспитывать, естественно, идеалы, принципы, образцы поведения. И олимпийское обучение – мы должны формировать поведение человека, его активность для достижения значимых личностных целей. И в рамках профориентационной работы я проехала 10 образовательных учреждений департамента нашего, и очень многие ребята и девчата говорят о том, что кем мы будем дальше. Мы занимаемся спортом, сегодня нам это интересно. Но мы хотели бы попробовать себя в чем-то другом. И, в общем-то, олимпийское образование, я чуть позже расскажу, почему, помогает им выбрать сферу своей деятельности, которая начнется после спорта. Мы же знаем с вами, что жизнь не заканчивается с окончанием выступлений в соревнованиях. Значит, что говорят зарубежные коллеги? Элементы системы олимпийского образования. И здесь на первом месте активность двигательная. Для чего? Не только для достижений, двигательная активность, для сохранения здоровья. И еще вот очень мы часто забываем о том, что спорт – это красота. И те, кто тренировал, те, кто сами долго тренировали, знают, что правильное, то есть технически рациональное движение всегда красивое. И когда мы работаем с спортсменами младшего возраста, мы говорим, посмотри, здесь получается красиво, а здесь некрасиво. Красиво – значит правильно и рационально. То есть спорт тоже учит видеть красоту. И в рамках олимпийского образования мы должны воздействовать на личность наших воспитанников, чтобы они отмечали не только жесткую конкуренцию, не только противоборство, но чтобы они видели красоту, сотрудничество, взаимопомощь. Еще очень важно обращать внимание на то, что спортивное, значит, олимпийское образование влияет. Вот смотрите, на три компонента. Оно формирует олимпийские знания. Раз. Олимпийские способности – два. И вот третий момент, о котором мы часто забываем, он называется спортивная культура личности. Что же такое спортивно-культурный человек? Мы с вами должны понимать, что это не только хорошая физическая форма, это и хорошее наполнение. Помните же, как сказал классик, в человеке все должно быть прекрасно. Здесь вот как раз спортивная культура, она должна касаться этого. И очень часто в обществе бывает полемика. Допустим, девушки, занимающиеся тяжелой атлетикой, это хорошо или это очень сильно плохо? Меня часто спрашивали, как вы относитесь к девушкам? Я сама занимала дзюдо и сам выявляюсь мастером спорта, шестой данкой дзюдо. Меня спрашивали, как же так, вот мужеподобные девушки? Я всегда говорила, что девушка должна всегда иметь интерес к жизни. И если этот интерес к жизни у нее проявляется в зале по тяжелой атлетике, не подходит девчонка для занятий художественной гимнастикой, то это тоже хорошо. И в рамках олимпийского образования, конечно же, мы должны отмечать вот такую вещь, как гуманизм. Потому что, с одной стороны, спорт – это деятельность не совсем гуманная, как мы знаем. С другой стороны, у любого тренера и у любого педагога должно быть такое качество, как эмпатия. То есть умение сочувствовать тем, с кем мы взаимодействуем по ходу работы. А что такое сочувствовать в спорте? Это не нагружать, это беречь и хорошо восстанавливать. То есть в рамках олимпийского образования у нас спортсмены получают разные знания. Они учатся выполнять определенные трудовые функции и так далее. Значит, если мы поговорим об олимпийских способностях, что это такое? Оказывается, на первом месте это умение грамотно строить интенсивные спортивные тренировки и организовывать занятия спортом, чтобы они не наносили вред здоровью. Если мы посмотрим на деятельность каждого тренера, посмотрим на количество травм. Ведь говорят, если у одного тренера 2-3 однотипных травмы, значит, его методика является нерациональной, ее надо пересматривать и делать выводы по целесообразности применения. Поэтому как раз олимпийские способности помогут молодым спортсменам разбираться в этих сложных ситуациях. Также очень важно, мы понимаем, что спорт должен сочетаться со здоровым образом жизни. И еще очень важно развивать гуманные отношения спортсменов к окружающим, к своим сотоварищам, к тренерам. И есть же такое мнение, что тренер – это эмоциональный донор. То есть тренер должен быть настолько все время энергетически заряжен, чтобы заряжать своих воспитанников. И, конечно же, именно тренер, именно педагог, именно преподаватель должны закладывать у спортсменов основы ценностей олимпийского образования. И вот посмотрите, если мы обратим внимание на спортивную культуру личности, с одной стороны, это ценностное отношение индивида к спорту, а с другой стороны, это как отношение к спортивной деятельности, общее спортивное отношение. Интересно заниматься спортом, интересно изучать спорт. А с другой стороны, отношение к собственной спортивной деятельности, так называемой, вот внизу строчка «я спортивное отношение». Значит, что еще очень важно, какие задачи решает педагогическая деятельность, которая реализуется в рамках олимпийского образования. С одной стороны, знание об идеалах и ценностях олимпизма. Мы с вами согласны, это всегда актуально. С другой стороны, формирование интересов, потребностей, ценностных ориентаций. То есть, интересы к олимпийским играм, к олимпийскому движению, к достиженническому спорту. И еще очень важно, формирование поведения. Вот тоже один из классиков японского дзюдо, Дзигара Кана, говорил так, «Не сравнивай себя с другими, сравни, какой ты был вчера и какой ты стал сегодня». Вот это, на мой взгляд, современный принцип спорта. Когда приходит ребенок в зал, потихоньку растет, развивается, он может не стать чемпионом, не все могут быть чемпионами, но он должен стать лучше, чем был вчера. Он должен стать умнее, добрее, сильнее и, естественно, здоровее. Это важнейший момент. Поэтому, если мы с вами говорим о формировании поведения подростков и молодежи, то оно должно обеспечивать реализацию олимпийских идеалов и ценностей. Очень часто задают вопрос, какие же формы пропаганды идей олимпизма в учебной и внеучебной работе. С одной стороны, мы видим, что есть различные мероприятия, есть различные конкурсы, оформление наглядных материалов, встречи с известными спортсменами. То есть мероприятий довольно много. И в рамках этих мероприятий, естественно, реализуются определенные подходы. Вот подходов основных в настоящее время четыре. Олимпийское образование на основе учебной программы. Факультативные занятия по изучению олимпийского образования. И еще важнейший момент для всех преподавателей-предметников – это реализация олимпийского образования через межпредметные связи. И очень часто юные спортсмены, которые обучаются в учащих олимпийскую резерву, говорят, нам неинтересна химия, нам неинтересна биология. Но если преподаватель добавляет компонент спорта и реализует межпредметные связи, и если преподаватель понимает, что должно быть ученикам интересно и полезно, тогда, конечно же, олимпийское образование играет очень высокую роль в повышении интереса к учебе вообще. И, конечно же, очень важно, когда имеются различные формы олимпийской активности. Ведь мы знаем, есть такой принцип сознательности и активности. С одной стороны, человек сознательно изучает, с другой стороны, он реализует активно то, что он изучает теоретически. И здесь вот я привела на слайде возможную форму олимпийской активности для подростков и молодежи, которые имеются кроме занятий спортом. И, конечно же, у нас есть и познавательная активность, и художественная деятельность, и участие в организации различных мероприятий, и освещение мероприятий. Сейчас очень многие спортсмены ведут свои странички в соцсетях, ведут блоги, и тем самым зажигают интерес к спорту у людей, которые занимаются этим видом спорта факультативно. И, конечно же, именно спортсмены, которые учатся в училищах Олимпийского резерва, они должны быть ретрансляторами культуры, то есть пример и образец поведения для окружающих людей, не занимающихся спортом. Поэтому, конечно же, они должны уметь разъяснять, что такое спортивный образ жизни, что такое ориентация на идеалы и ценности олимпизма. И если мы с вами, коллеги, зададим себе вопрос, а какие же, собственно говоря, ожидаемые результаты олимпийской активности у подростков и молодежи? Подумаем, зачем нам вообще олимпийское образование? И удалось обобщить, что, с одной стороны, ожидаемые результаты – это спортивные достижения, победы в соревнованиях, естественно, достигнуты в процессе фэйрплей. Мы не должны забывать, что победа не дается любой ценой и не должна быть достижима любой ценой. То есть, с одной стороны, достиженческий путь, с другой стороны, это гармонично развитая личность. И мы с вами встречаем все больше и больше спортсменов, которые занимаются политикой, успешно занимаются бизнесом. Естественно, мы понимаем, что нужны профессиональные знания и профессионально важные качества для этого. Еще один из, скажем так, результатов – это здоровый и спортивный образ жизни и, конечно же, гуманное отношение к окружающим людям. И если мы тоже зададим вопрос себе – мотивация. Вот как проявляется мотивация у подростков и молодежи, так называемая олимпийская мотивация? И мы увидим, что, с одной стороны, это интерес к различным мероприятиям, с другой стороны, человек стремится и имеет потребность ориентироваться в спортивной и олимпийской деятельности на олимпийские ценности. Также стремление разъяснять, пропагандировать идею олимпизма. И еще важный момент, смотрите, коллеги, очень многие ребята и девчата, которые занимаются спортом, получают среднее профессиональное образование, они в дальнейшем мечтают связать свою жизнь со спортом, но при этом не стать тренером, не стать учителем. И здесь у нас есть очень интересный подход – профессия, так или иначе многие, связаны со спортом и с олимпизмом. Вот я тоже обобщила, что у нас получается. У нас есть вид деятельности спортивный, педагогический, научно-исследовательский, экономический. Сейчас очень многие спортсмены осваивают экономику успешно, юридическое направление, журналистика, также художественное направление профессии. Поэтому мы, работая с молодежью, со спортивно одаренной молодежью, не должны их узко замыкать на тренерскую деятельность. Необходимо широкое видение. То есть выбор профессии должен соответствовать желаниям, потребностям и, естественно, интересу спортсменов. Поэтому они могут через изучение ценности олимпизма, через олимпийское образование делать выбор профессии. Они остаются в спорте, но при этом они реализуют свои знания в других областях. И очень часто, когда спрашивают, какие же разделы знаний, вот мы беседуем с коллегами, коллеги говорят, ну все-таки какие же разделы знаний нужны юным спортсменам, спортивно одаренным подросткам и молодежи. И, конечно же, у нас знания нескольких направлений. С одной стороны, об олимпийском движении, естественно, о спортивной подготовке необходимы знания, о социальных пункциях олимпизма и, конечно же, о глобализации и развитии спорта в мире. Сейчас у нас обстановка для развития спорта не самая, скажем так, устойчивая, благоприятная, но, тем не менее, мы знаем, что в трудных условиях именно достигаются многие победы. И когда говорят о том, что необходимо формировать также в процессе олимпийского образования олимпийские способности, мы говорим о том, что очень важно уметь использовать спорт и другие средства в рамках здорового образа жизни и формирования физической культуры и личности. И еще важный момент, когда мы с вами начинаем думать о том, что необходимо системно подходить к олимпийскому образованию, и возникает вопрос, а как. Вот мне удалось обобщить алгоритм разработки тематического плана для учреждений, которые реализуют программы образовательные в области физической культуры и спорта среднего и высшего профессионального образования. Вот здесь вот есть некоторые рекомендации для коллег, и, конечно же, есть операции по разработке тематического плана. И, подводя итог выступления, можно отметить, мне вот хочется тоже привести японскую пословицу, к примеру, вот представляете себе, олимпийское образование должно быть достаточно большим, обширным, и человек, который оканчивает среднее профессиональное учреждение или высшее, он должен иметь большой багаж так называемых олимпийских знаний. И вот японская пословица такая. Представьте себе, коллеги, вот есть большая такая кастрюля, и к ней маленькая крышечка. И наоборот, такая маленькая кастрюлька, и к ней большая крышечка. И вот там мысль такая, что большого всегда хватит для малого, но малого никогда не хватит для большого. Поэтому я призываю к тому, чтобы олимпийское образование у нас было в части, как у преподавателей-предметников, так и у тренеров, и у руководства учреждений. И, конечно же, это мировоззрение человека. Поэтому прошу вас отнестись внимательно, разрабатывать планы, интересные программы, чтобы были для спортивно одаренных подростков и молодежи, и со своей стороны готовы помочь в разработке. Пожалуйста, обращайтесь. Буду очень рада повзаимодействовать. Благодарю за внимание. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ